Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня в небольшом видео расскажу и покажу вам, как можно получить проницательность ремесленника в большом количестве и за довольно-таки короткий промежуток времени. Начнём же. Для начала вам нужно выбрать какую-либо крафтовую профессию. Мы, конечно, можем заранее определиться, какие нам нужны профессии, но в рамках видосика я просто изучу кожевничество. Находим учителя кожевничества и обучаемся ТВВшной профессии. Обучаемся ТВВшному кожевничеству. За 100 золотых монет изучаем и летим в домик. Домик находится рядом, ремесленный. И тут мы берём первый крест, который научит нас вообще, в принципе, пользоваться всеми этими профессиями. Мы берём само собой квест. Далее нам нужно поговорить с мопцом, который принимает заказы. Далее мы сдаём квестик. И после этого всё. Я возьму мешок с рудой, потому что руда более ценная. Открою его. И да, здесь будет 350 проницательности. Проницательность имеет много функций. Например, создание инструментов. Например, покупка ремешленных знаний. Например, покупка различных рецептов. А самая главная функция проницательности — это рекрафт. 20 штучек требуется на то, чтобы улучшить вещицу по этому левелу. Или инструмент по качеству. Многие люди просто не в курсе, откуда брать проницательность, потому что у них вообще не взята никакая ТВВшная профессия. По этой причине они скипнули этот замечательный квест и не получили 350 пыли. Но теперь вы в курсе. Также, если у вас кончится эта пыль и вам потребуется новая, то можно воспользоваться влажкой моей, которая находится в левом верхнем углу. Собираем знания. И за каждое знание мы вылутываем по 5 пыли. Поэтому пользуемся. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.